Всем привет! Красота, талант и слава не защитили их от губительной зависимости. Их судьбы – яркий пример того, как алкоголизм не щетит никого, даже успешных актрис. Валентина Малявина запомнилась зрителям по фильмам «Король олень», «Иваново детство» и «Пацонух». Жизнь актрисы была полна трагедий и неудач, которые привели к тому, что она так и не смогла реализовать свой потенциал. Личная жизнь Малявины не сложилась с самого начала. Ее первый брак с актером Александром Збруевым продолжился всего несколько лет. Возможно, причиной развода стало то, что Валентина на поздних сроках беременности сделала аборт. Сама актриса утверждала, что к этому ее вынудили родители. Второй брак с режиссером Павлом Арсеньевым также оказался неудачным. Актриса снова забеременела, но ребенок умер вскоре после рождения. Отношения с актером Станиславом Жданько продлились несколько лет. Он был младше Валентины на 12 лет, но был влюблен в нее с юности. Однако совместная жизнь пары была непростой. Жданько переживал из-за отсутствия ролей, Малявина – из-за угасающей славы. Они оба пили, и это привело к трагедии. В 1978 году Жданько был найден мертвым. Малявина утверждала, что он совершил самоубийство, но следствие сочло, что это было убийство. Актрису обвинили в преступлении и приговорили к 9 годам лишения свободы. Малявина была освобождена по амнистии через 4,5 года. После этого она пыталась вернуться к актерской карьере, даже снялась в нескольких картинах. Актриса еще несколько раз выходила замуж, но так и не смогла завязать с алкоголем. Друзья, с которыми она делила пьяные похождения, пытались завладеть ее квартирой, а, возможно, даже избивали ее. В результате инцидента она потеряла зрение – сперва на один глаз, а затем полностью. Ее квартиру удалось вернуть благодаря помощи одной из бывших сокамерниц. Из всех близких у Валентины оставалась только ее сестра, которая предложила актрисе переехать в дом престарелых. Малявина мечтала, что современная медицина поможет восстановить ее зрение, хотя бы на один глаз, и хотела вернуться на сцену. 30 октября 2021 года Малявина ушла из жизни в одиночестве. Ей было 80 лет. В 1956 году, после выхода на экраны фильма «Сорок первый», Изольда Извицкая стала известной. Она не только завоевала признание в СССР, но и получила одобрительные отклики по всему миру, особенно на Каннском фестивале. Казалось бы, ее кинематографическая слава открывала перед ней бесконечные возможности. Однако реальность оказалась иной. Ее роли после успешного дебюта были схожими с первой. Актриса очень переживала из-за ограниченности своего актерского диапазона. В поисках утешения Изольда стала слишком часто обращаться к алкоголю. Возможно, все сложилось бы иначе, если бы ее муж Эдуард Бредун не поддерживал ее в этой зависимости. Он же, наоборот, любил застолья и развлечения. Извицкая понимала опасность алкоголя и пыталась бросить это вредное занятие. Но расставание с мужем, который ушел к ее подруге, опять вернуло алкоголь в ее жизнь. В 1971 году тело 38-летней актрисы было обнаружено в ее квартире. Судебные эксперты предположили, что гибель наступила из-за хронического алкоголизма и длительного голодания, так как в ее доме нашли лишь небольшой кусочек хлеба. Валентина Серова, звезда и муза 40-х годов, начала свой жизненный путь как баловень судьбы, но позднее столкнулась с трагедиями. Ее муж, летчик Анатолий Серов, погиб в авиакатастрофе во время испытательного полета. Через несколько месяцев после гибели мужа Валентина родила сына Анатолия. Следующий брак был с поэтом Константином Симоновым, который написал для нее знаменитое стихотворение «Жди меня». Однако, кажется, Серова так и не смогла полюбить своего второго супруга. Существовали даже слухи, что во времена войны она была связана с женатым маршалом Рокоссовским и вступила в отношения с Симоновым из-за отчаяния. Брак с Симоновым был несчастливым. Супруг настоял на том, чтобы ее сына отправили в интернат на Урале, что привело к еще большим разногласиям между ними. Рождение дочери Маши не помогло спасти семью от распада. Серова сильно увлеклась алкоголем, в кино ее перестали звать. Симонов ушел, а опеку над дочерью взяла бабушка, которая запретила Валентине видеться с ребенком. В декабре 1975 года 57-летнюю актрису обнаружили мертвой в разграбленной квартире. Считается, что это могли сделать ее друзья-собутыльники. Точные обстоятельства смерти Валентины Серовой так и остались загадкой. Константин Симонов прислал гробу бывшей жены 58 роз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова